Нехватка молодых специалистов, вывоз сырья в другие регионы страны, отсутствие точек сбыта продукции. Вопросы, которые предприятия агропромышленного комплекса не в состоянии решить в одиночку. Все проблемы и причины, тормозящие развитие отрасли, отражены в стратегии развития республики. А главное, совместными усилиями разных специалистов, от фермеров до ученых и социологов, определены пути их решения. Безусловно, прежде чем эта программа была сформулирована, состоялся серьезный анализ нынешней ситуации в агропроме. Сельхозтоваропроизводители продолжают работать и во время пандемии. Правда, это непростое время более явственно выделило болевые точки. Из-за пандемии задерживается реализация некоторых инвестиционных проектов. В Ибресинском районе должен был заработать цех по производству сыров. Оборудование до карантина мы успели завести, разместили его, установили. Но пусконаладочная система только подлежит иностранным специалистам. Только те, кто данное оборудование изготавливал, испанцам. Сейчас у нас возник вопрос о прибытии сюда иностранцев для пусконаладочных работ. Расширить продажи своей продукции через интернет-площадки – еще одна задача, которую необходимо решить нашим аграриям и предприятиям, перерабатывающим промышленности в ближайшее время. Индекс физического объема за январь-май в сельском хозяйстве положительный – 102%. В пищевке и напитках – менее 100%. 93,96,5% соответственно. Это сокращение поставок в связи с пандемией. Сегодня темпы развития интернет-торговли существенно выше темпов развития мировой торговли в целом. Нам также надо меняться, научиться торговать, в том числе используя возможности или разные платформы. Здесь мы обязательно с вами должны создать соответствующий ресурс, потому что у нас есть уникальные продукты, которые, с одной стороны, долго не портятся и нигде не производятся. И мы можем таких нескольких десятков продуктов только набрать, которые эксклюзивные, которые можем доставлять вообще по всей России. Если интернет-торговля только набирает обороты, то сетевые магазины вошли в республику уже давно. Но аграрии и предприятия, перерабатывающие промышленности, никак не могут найти точки соприкосновения с представителями крупных торговых точек. Магазинов много, а продавать негде, говорят они. Очень мизерная доля местных производителей. По колбасным изделиям на вчера заходили, специально смотрели долю полок. В пятерочке доля полок меньше 5%. Это 6 позиций при 140 имеющихся. В магнитах и того меньше 2%. Также мы столкнулись с проблемой высоких наценок на нашу продукцию в сети «Пятерочка», где наценка доходила до 90%. Мы очень надеемся, что Минпромторг внесет в Государственную Думу законопроект. Мы в него тоже писали очень много замечаний, предложений. И, соответственно, будут урегулированы вопросы порядка предоставления места. Интересный опыт, например, в Москве, в Московской области некоторые торговые сети берут на себя расходы по рекламе и продвижению местной продукции. В целом предусматриваются и льготные условия, например, собственники торговых центров предоставляют сниженные ставки для того, чтобы фермерская продукция еще шире продавалась. Определенный выход из ситуации разработчики стратегии видят в создании парка автолавок при крупных агропредприятиях. Кстати, такие специальные автомобили вполне могут выпускать наши же заводы. Подобные производства уже давно существуют в Шумерле. Создание региональной сети и общей торговой площадки в интернете также снимет многие вопросы. Мы очень внимательно будем работать над тем, чтобы, развивая дальнейшие формы поддержки, их нацеливать на то, чтобы у нас создавались современные производственные объекты в сельской территории, возможно, торгово-логистические центры, которые будут обеспечивать аккумулирование продукции мелких производителей и соответствующее продвижение их как внутри региона, так и за пределами региона. Но прежде всего необходимо нарастить темпы производства зерна и овощей, мяса и молока. Площади пашни в республике небольшие, поэтому главная задача – использовать каждый клочок земли и повышать урожайность. По итогам инвентаризации, которую мы проводили с вами 5 лет назад, у нас было необработанных земель 147 тысяч гектаров. Тогда решили, 97 тысяч можно вести все в оборот. Остальные леса более старше 30 лет, сильно облесенные, сказали – не можем. Из 97-ми осталось 30. На этих 50 тысяч гектаров проводим повторную инвентаризацию. Часть лесов, возможно, может, мелкими участками все-таки удастся нам вести все в оборот. Чтобы соответствовать доктрине продовольственной безопасности, у республики есть необходимые ресурсы. Республика основными продуктами растеневодства себя обеспечивает полностью картофелем, овощами. В то же время есть дефицит зерна. Это связано с интенсивным наращиванием животноводства. Хотя под зерновыми занято более половины пассивных площадей. По задаче уровень энергообеспеченности довести со 110 лошадиных сил до 150 к 2024 году. Это средняя цифра по стране. Дополнительный резерв для сокращения разрывов потребностей зерновых – это сев элитными семенами и вовремя в достаточном количестве внесенного удобрения, биологизация земледелей. И тут вполне закономерно встает вопрос о переработке всего производимого сырья. Мы возим 31% мяса, 43% сырого молока, более 30% непереработанных овощей. Производство мяса, мясо птицы занимает более 50%. Это направление для республики перспективно. Во-первых, как производство социальной продукции, ценовая политика делает этот вид мяса одним из востребованных. И во-вторых, как продукт экспортного направления. Первая партия была экспортирована за рубеж в этом году. За 5 месяцев 2020 года управлением было проконтрировано более 2000 тонн зерна и продуктов его переработки, такие как горчицы, лен, масличные, полба, вика, кормовая, ячмень. Такие страны, как Чехия, Германия, Польша, Италия, Латвия, Лидва. И это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. География экспорта зерна расширяется с каждым годом. Чувашский хмель может стать еще одним продуктом для экспорта. Но пока культура, которую Чуваши славила в советские годы, выращивается только в нескольких хозяйствах. Вернуть былую славу хмелеводческого региона республике может помочь государственная помощь. В этом году зашли первые внешние инвесторы. На сегодня сформирован весь комплекс мер для господдержки по всем этапам хмелепроизводства. От закладки до ухода, уборки и реализации. В 2020 году вступили поправки в законодательство. По органическому земледелию в России идет активное развитие зеленого бренда. Слабой стороной остается использование водных ресурсов. Сегодня республика производит рыбу в два с половиной раза меньше, чем 30 лет назад. Ставим задачу в ближайшие год-два сформировать нормативную правовую базу и выработать эффективные механизмы поддержки развития данного направления, охватив мерами господдержки весь технологический процесс данной подотрасли. Создание материально-технической базы, выращивание и переработки рыбы. Создав условия для сбыта. Мы тем самым закладываем перспективу роста производства в данном направлении создания новых рабочих мест на селе. Такие болевые точки в дальнейшем будут определять вектор государственной поддержки. Планирование любых показателей отрасли опирается на выверенную кадровую политику. Об этом тоже говорили на свещании. Сегодняшним специалистам нужна смена, чтобы передать свой опыт. А целевое обучение пока не стало системой. Сегодня кадры стареют и без планомерной целевой подготовки молодых специалистов созданием условий проживания на селе. Через 5-7 лет мы можем получить дефицит по отдельным специальностям в 30-50%. Например, средний возраст инженеров-механизаторов 57 лет. В этом году мы выпускаем 20 ветеринаров. Казалось бы, да, 20 человек по потребности отрасли, 27 человек можно разом закрыть. 8 человек на сегодняшний день имеют предложение от Воронежского филиала Эканиевы. На сегодняшний день у нас уже 21 заявка с 4 регионов Российской Федерации на целевое обучение. В правительство совсем скоро уйдут предложения о поддержке профильных специалистов и студентов вузов. Та стратегия подготовки кадров, которую мы выработали совместно с Минобором, по поручению Олега Алексеевича, считаем, позволит сбалансировать кадровую потребность отрасли. Сейчас идет оценка потребностей по каждой группе специалистов. Предлагаем рассмотреть вопрос о возможности распространения механизма земской поддержки на молодых специалистов АПК и ветеринарии. Как отметил директор Международного центра развития регионов Игорь Меломед, стареют не только специалисты, но и жители деревень. Молодежь уезжает в более благоустроенные города. Сегодня на строительство дорог и инфраструктуры из бюджета выделяется немало денег. Но чаще проблемы возникают из-за отсутствия стратегии развития муниципалитетов на годы вперед. В программе комплексного развития сельских территорий есть отдельные вопросы. Например, на 2020 год мы не смогли заявиться на конкурс ввиду отсутствия готовых проектов. Для решения этой проблемы в 2020 году был проведен конкурс между муниципалитетами на разработку поезда. И сегодня мы формируем заявку в Министерство сельхоз на 2021 год с 34 проектами. В этом году по инициативе в Рио главы Чувашии каждое поселение получило по 100 тысяч рублей. Построить детскую площадку, благоустроить парк или сделать ремонт в сельском клубе, как и на что потратить деньги, решают сами жители. И впредь при планировании развития населенного пункта решающее слово будет за населением. Любой из нас также может участвовать в разработке торгового бренда Чувашской республики. Главная цель – не только произвести экологически чистый и качественный продукт, но и красиво его упаковав, выгодно продать. Известно уже, что, например, каждый третий томат из Ставропольского края, каждая пятая роза из Мордовии. Я хочу, чтобы сидящие в зале руководители сами определили, какой каждый второй продукт будет из Чувашии. Но, например, каждый второй комбикормовоз точно из Чувашии. Или каждая четвертая дверь в нашем доме тоже произведена в Чувашии. Считаем, необходимо начать с определения специализации каждого района. Тем самым мы сбалансируем усилия по всем подотраслям. Такой кластерный подход позволит строить перерабатывающие предприятия в точке присутствия максимального количества однородного сырья. Главным результатом реализации стратегии развития агропромышленного комплекса станет благоустроенное село с современными объектами образования, здравоохранения и досуга, в котором будет жить много молодежи, имеющей достойную работу и зарплату. Редактор субтитров А.Семкин